Доброго утра нашим ранним телезрителям! Этот прекрасный день встречаю с вами я, Аделина Васильева. Предлагаю начать передачу с пробуждающей зарядки. Повторять вместе с тренером упражнения может любой желающий, независимо от возраста и физической подготовки. Для занятий не требуются дорогие тренажеры или спортивное оборудование. Достаточно одного квадратного метра. Пространство, удобные одежды и вашей готовности. Наши фитнес-инструкторы подскажут правильные упражнения для отличного начала дня. Доброе утро, калмыкия! Меня зовут Кермен, я инструктор Пардебра. Сегодня мы будем заниматься с фитболами. Это наш помощник. Приступим! Правой рукой держим мяч и прокатываем его. Меняем левая ручка. Еще повторим. Корпус здесь держим, плечи от ушей, живот собран. Раскрываем ладонь правую. Левую. Левую руку поднимаем наверх. Центр. Вперед. С прямыми ногами. На себя. Сгибаем. Ножки. Еще. Прямые. Сгибаем. В левую сторону. Прямые ножки. Сгибаем. Правую. Прямые. Правой рукой делаем круг. Раскрываем. Закрываем. Левой. Поднимаем мяч. На себя и делаем выдох. Копчик подворачиваем. Плечи от себя. Еще. Делаем в левый круг. Еще один. Правая. В центре остаемся. Выдох. Еще. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Всем счастья, здоровья. В общем, занимайтесь спортом. Нужно только ваше желание. Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии» с вами Амулан Гаджаданова. И в преддверии дня города мы пригласили такого интересного гостя, творение рук которого украшает наш город. Каждый, наверное, проходил мимо скульптур и даже не задавался вопросов, чьими же руками они были сделаны. Элиджиев Наран Яковлевич, заслуженный художник Российской Федерации и заслуженный деятель искусства Республики Калмыкия. Доброе утро, Наран Яковлевич, рада вас видеть. Доброе утро, телезрители. Наран Яковлевич, ну, наверное, начнем с того, что вами сделано несколько скульптур в нашем городе, если не ошибаюсь, их 14, как ранее вы сказали. Наран Яковлевич, когда в вас жизнь связала с искусством? Жизнь никогда связала. Да, с чего все начиналось? Конкретно, если учеба, это 59-й год, я поступил в художественное училище в Ростове и училище имени Митрофана Борисовича Грекова. Ну, учился до третьего курса, а потом меня призвали в армию. Отслужив три года, я поступил дальше в Ленинград, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухина. И там в 64-м году я поступил и в 70-м закончил, 6 лет проучился. Ну, вот приехал в Ленинград и по сегодняшний день я работаю здесь, ставлю свои скульптуры в городе, работаю, в общем. Наран Яковлевич, а какой была ваша первая работа, ваше первое творение? Ну, первая работа была, это портрет Герой Совета Союза Эльни Делико. Ну, это я сделал в дереве и выставил на выставке в листе в 70-м году. Вот это первая работа была. Такая, она не была поставлена там, а просто ее закупили потом в музей, наш музей. Сложно ли было ее изготовить? Сложно ли, да? Да. Нет, ну как, я уже готовился к этому, раньше еще, думал. Ну, как сложно. Каждая работа имеет какая-то, имеется какая-то сложность, что бы сделать. Но во время работы появляется интерес еще больше. и ищешь классический ход какой-то, как сделать его. И потом уже, когда сделаешь, уже большой интерес к ней появляется. Потому что уже, когда народ посмотрит, какое-то свое мнение скажет, уже интерес, конечно, постоянно идет, когда в работе находишься. А расскажите о своих остальных работах. Например, вот самые примечательные в городе, это памятник Басан Бадминовичу Гордовикова, Цаганавы, который есть на Хуруле, у нас в центре расположен. Да, да. Это, конечно, Басан Бадминович Гордовиков. Потом вот мрамори Цаганава на Аллее Героев. И возле Хурула, который находится в Цаганаве, он сделан в металле, в алюминии. Ну вот, я назвал три, но еще есть у меня еще работ много там. Это Пушкина, статуя, вазир от дома, там материнство. Ну, в общем, если называть... В каждом уголке нашего города, да, Василий? Ну, в общем, всего там 14 работ у меня в городе поставлены. Опишите, пожалуйста, ваш процесс работы. Как долго занимали времени они? Ну, это, смотря, зависит от работы, какая работа. Ну, вначале делаешь фор-эскиз, там рисуешь карандашом, там ищешь что-то. А потом уже пластилини лепишь, эскизик небольшой. И уже следующий переход, это уже рабочую модель делаешь. И с нее уже переносишь на большой размер, уже заданное величие. Наран Яковлевич, а из всех вами сделанных скульптур, есть ли такая, которая связана с какой-то определенной историей? Может быть, она для чего-то предназначена была? Ну, история какая? Цаганау делал бишкеки. Бишкеки? Да, ну, метр восемьдесят где-то высота, в камне, с цайгаком там, и все. И потом уже я вот от нее пошел дальше, и вот здесь сделал уже. Вот цаганал в мраморе с животным миром уже больше там. Там появился волк уже, там орел. Это уже наши степные животные, растительные миры. И там это трава, там все показывают. Наран Яковлевич, а какая скульптура наиболее ценная для вас? Ну, я бы сказал, что они все для меня ценные. Конечно. Поэтому я не могу выделять что-то. Все цены, и Баса Бадминович, и цаганала, и все остальные. Ну, наверняка сейчас у вас есть уже и внуки, и дети. Проходя мимо скульптур, вы рассказываете о них? Какое впечатление у ваших внуков, например? Ну, у меня младший внук, ему 10 лет. Он лепит пластилини немножко там все. Ему интересно, конечно, я рассказываю ему о цаганале, там, Баса Бадминович. Интересуется он так. Ну, он это для себя тело, какие-то... Фигурки, да? Лепит, да. Вещи небольшие, маленькие. Ну, я думаю, ваши внуки пойдут по вашим стопам. Ну, если даже не будут скульпторами, все равно свяжут себя с искусством. Надеюсь, что... Ну, во всяком случае, как хобби они будут заниматься. Ну, да, конечно. Они будут, если не будут конкретно заниматься, вот, искусством, лепкой, или там, живописью, или скульптурой, или графикой. Просто как хобби они будут. У них есть уже заложенная любовь к этому. Хорошо. Наран Яковлевич, расскажите о том, как сейчас проходят ваши будни. Будни? Да. Ну, сейчас вот у нас должны объявить конкурс на памятник Давида Кугутинова. Я там делаю кое-что, там, эскизик делаю, чтобы, может, покажу. Может, если понравится, может, тоже. Наран Яковлевич, а не жалеете ли вы о том, что когда-то связали свою жизнь с искусством? Может быть, у вас были сомнения вначале? Хотели попробовать что-то другое? Ну, я, наверное, с самого детства полюбил это. Рисовать любил, лепить. У меня отец даже, он мне показывал, как коня лепить. Когда в Сибири еще я был там, ну, было где лет 6-7, наверное, он показывал, как глину брал. Вот эта дорога там, в Сибирь, и сбоку там глина была, сбоку дороги. И брал такую рыжую глину, брал ее, комочек, шарик делал, потом вот так передавливал пополам. И с одной стороны шею делал, две ноги, а сзади хвост тоже две ноги. И показывал мне, это аронзал, говорила. Это там, тогда еще. Это меня интерес был. Охотник был. Он делал это, чучело этих уток. Это селезня и уточка. Делал, вырезал с дерева топором, стамеской вырежет. И потом закрасит, и на ход идет. На вереночки пускает их, на лески. Они плавают. А вот монок такой у него был, как, крякает, как селезень. И утки, которые льдят, там они садились. Вот так вот делал такие вот поделушки, такие вот уток, чтобы ходить на охоту и обманывать. Вот так вот. То есть это ваши самые главные воспоминания, наверное, о детстве, об отце? Он любил это вот такое дело. Видимо, от него пошло. А у меня дед, он занимался, когда отцу было 12 лет, он умер. Но до этого отец рассказывал, он помнит, что уже 12 лет. Он делал эти седла с этими, седла и уздечки с этими серебряными насечками. Они были серебром, отделывал там разные рельефы, там разные там, красоту наводил. Ну это было, значит, у них, от них пошло у меня любовь к художеству. Ваши скульптуры всегда связаны вот с Родиной, с нашей культурой, мне кажется так. А есть ли такие, которые не связаны, допустим, с культурой или с Родиной, которые передают вот что-то другое, в которых заложен другой смысл? Я бы сказал, что они все связаны с Родиной. Все, да? Да. Потому что я закладываю дух туда, своего народа, который у меня здесь есть, любовь к своему народу, к этой жизни, как мы жили, хорошо ли, плохо ли жили, но это наша жизнь. Вот это я хотел показать. То есть тема культуры и Родины всегда является Вашим вдохновением. Наран Яковлевич, благодарю за нашу беседу, с Вами было интересно общаться. Я думаю, Вы сделаете еще не одну скульптуру, которая будет украшать наш город. А сейчас у Вас есть прекрасная возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Товарищи телезрители, я желаю Вам всем доброго утра, здоровья и всех благ. В России стартовал социальный проект «Пушкинская карта», цель которого – культурное развитие молодежи. Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту, которые могут расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В 2021 году на каждой «Пушкинской карте» будет по 3 тысячи рублей от государства. Подробнее расскажем в следующем материале. «Пушкинская карта» распахнула молодежи двери мира искусства. 30 августа в столице презентовали «Пушкинскую карту». Она позволяет каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. Обладатели карты в этом году смогут потратить с 1 сентября по 31 декабря 2021 года 3 тысячи рублей. После объявления о старте этой программы мы всеми учреждениями культуры Республики Калмыкия очень усиленно готовились к 1 сентября, чтобы все вовремя мы могли запустить. Желающие приобрести «Пушкинскую карту» в электронном виде должны будут создать учетную запись на портале Госуслуг. Если такая запись есть, можно переходить к следующему шагу. Скачать на гаджет приложение «Госуслуги.культура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. На ней уже будет доступно 3 тысячи рублей. В нашем регионе участниками проекта стали 6 государственных учреждений культуры – Калангосфилармония, Национальный музей имени Пальмова, Республиканский русский театр драмы и комедии, Государственный академический ансамбль «Песни и танца тюльпан» и Государственный театр танца калмыкии «Ойраты». Для молодежи Республики деятелями искусства уже сформирована насыщенная программа мероприятий. В афишу проекта «Пушкинская карта» от нашего региона вошло на сегодняшний день 25 культурных событий. Среди них уникальные выставки «Степь, как жизненное пространство», «Великая победа», театрализованные представления «Я Будда», «Араш», «Наташина мечта», концерты «Страна бомба», музыкальный калейдоскоп и многое другое. И еще одна программа, которая будет проходить в рамках «Пушкинской карты» – это встречи музыкальной четверги. Тоже у нас будет все проходить в нашем национальном музее. А вот как раз-таки музыкальные четверги у нас будут они в свободной форме проходить. Здесь слушатель может услышать различную музыку из кинофильмов, или какие-то каверы интересные, или молодежную интересную музыку. Потому что публика, собственно, у нас 14-22, это, соответственно, будет популярная музыка, которую, наверное, слушатель слышит из лайка, или это тикток, социальные сети, инстаграм. Поэтому мы делать будем интересные коллаборации, там, дамбры и каких-то инструментов классического оркестра. В общем, три совершенно разные программы, разножанровые. Поэтому все для того, чтобы наш зритель, именно от 14 до 22 лет, чтобы нашим зрителям было интересно. Прежде всего, чтобы в дальнейшем они даже имели возможность предложить нам еще что-то сыграть, потому что эти встречи будут проходить в виде интерактивов, где школьники или студенты могут задать вопросы нашим ведущим народным артистам Калмыкии. Вот такие вот примерно у нас планы. Стоит отметить, цены в калмыцких учреждениях культуры приемлемы. В среднем это от 200 до 300 рублей за один билет. Тем не менее, пушкинская карта позволит молодежи самим выбрать, куда им пойти, и не думать о цене за билет. Так, например, с 9 сентября в Национальном музее начнет работу персональная выставка народного художника России Никаса Сафронова «Ожившие полотна». Приобретая карту, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить ее бесплатно. Мы зарегистрированы на прокультуре и разместили информацию о том, что по программе «Пушкинская карта» наши посетители могут посмотреть весь музей, начиная от наших стационарных выставок, степь, как жизненное пространство, буддийское искусство, выставки по Великой Отечественной войне, депортации, истории казачества. То есть это то, что у нас сегодня представлено в залах музея. Но наряду с этим мы, естественно, будем по мере приезда интересных выставок, вот ближайшая выставка Никаса Сафронова, которая пройдет у нас с 9 сентября по 11 октября, тоже она вошла в перечень тех мероприятий, которые можно посетить в нашем музее. В ближайшее время у нас будет тоже очень интересная выставка, посвященная Александру Невскому в Орде. Эта выставка будет предоставлена нам Астраханским музеем-заповедником Астраханский Кремль. Рассказывать она будет о жизни и деятельности и посвящена на юбилею 800 лет со дня рождения Александра Невского. Наряду с нашими выставочными проектами у нас в этом году начал работать наш конференц-зал на 200 мест. Поэтому прекрасный зал, есть возможность показа видеофильмов, в том числе наши проекты, тоже вот «Калмыки в русском изобразительном искусстве», рассказ о наших буддийских святынях. Ну, я думаю, что это тоже постепенно мы постараемся ввести в наш постоянный оборот, то есть люди, посетители наши будут иметь возможность. Ну, и вы уже слышали, Савра Катаев тоже будет со своим оркестром периодически каждый четверг устраивать у нас встречи со своими посетителями музыкальной четверги. Пушкинская карта действует по всей стране, независимо от места ее получения. Поэтому с ее помощью можно планировать визиты в культурные учреждения нашей республики, познавательные поездки в другие регионы, да и в целом полезно всегда иметь с собой. Вдруг неожиданно подвернется интересная экскурсия или премьера. В Элисте начались общегородские субботники. Дни по благоустройству города будут проходить еженедельно по пятницам и завершаться 24 сентября. К своей 156-летней годовщине Элиста предстанет горожанам и гостям ухоженной и чистой. Каждая пятница в калмыцкой столице будет посвящена борьбе со стихийными свалками и подготовки города к осенне-зимнему периоду. Трудовые коллективы администрации, главы республики, правительства республики, городской администрации, министерств и ведомств, школ, детских садов, а также студенты приведут в порядок общественные территории. В еженедельных субботниках могут принимать участие все желающие. Администрация города призывает неравнодушных арестинцев таким же образом привести в порядок свои дворы и прилегающие территории. О других событиях нашего региона смотрите далее. В поселке Эсталтай Ешалтинского района состоялся открытие детского сада «Колосок». Учреждение рассчитано на 50 воспитанников. Введение нового объекта позволило создать 20 рабочих мест. Детский сад строили в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Национального проекта «Демография». Все подробности далее. Жители поселка Эсталтай почти 20 лет обходились без детского сада. Лишь при местной школе работала группа кратковременного пребывания. По словам родительницы Виктории Илючик, благодаря открытию дошкольного учреждения она смогла получить рабочее место. Я родитель двоих детей, которые пришли сегодня в новый сад. Мы очень благодарны за него. Это очень большое подспорье нам. Хожу на работу. Бабушке нашей тяжело с детьми. И сейчас, в данный момент времени, я буду их водить в сад. И наша бабушка будет отдыхать. Дети будут развиваться. Им будет здесь веселее. Они будут привыкать к социуму. Сад «Колосок» рассчитан на 50 мест. Группы полностью укомплектованы. Для детей созданы все необходимые условия. Здание оснащено раздевалками, буфетом и современной кухней, душевыми и туалетами, прачечной, залами для занятий по музыке и физической культуре, медицинским кабинетом. Проведены централизованное газоснабжение и водопровод. Мы очень рады этому событию. Мы долго его ждали. Вы видите, какой наш сад красивый. Мы благодарим всех. И рады еще не только тому, что дети будут обучаться, воспитываться и развиваться в этом садике, но и тому, что 20 человек получили рабочие места. Благодаря, наверное, этому в наше село начинают возвращаться и из Москвы. У нас повара приехали из Москвы. У нас возвращаются из Германии семьи. Две семьи приехало. И даже из Голландии. Поэтому радостное большое событие, чему мы очень рады. В этот торжественный день жители поселка, родители и персонал детского сада приехал поздравить председатель правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев. Для детей, для тех, кто дошкалята, конечно же, для них важен именно вот этот период развития, этот период роста, этот период познавания жизни, мира. Потому что только вот в стенах детского сада действительно на самом деле ребенок получает первые свои азы, знакомится с жизнью, знакомится с друзьями, понимает правду, понимает добро, понимает какие-то светлые чувства. К поздравлениям присоединился и министр образования и науки Ирни Баринов. Мы строим и открываем школы, мы строим и открываем детские сады, обновляется материально-техническая база, повышается квалификация наших педагогов, воспитателей. Рад искренне за вас, мы часто здесь бывали, смотрели за ходом строительства. Безусловно, Ульяр Юрьевич, здесь огромная ваша заслуга как главы района и вы держали руку на пульсе. Действительно, совместно с нашим подрядчиком все организовали, видно, что садик и в целом система образования Шелтинского района, она укрепилась на благо наших детей. Сейчас в детском саду три группы. В самой младшей 10 воспитанников, в средней и старшей 20. С детьми дополнительно будут заниматься логопед, музыкальный руководитель, психолог и педагог по физической культуре. А для игр на свежем воздухе, на прилегающей территории оборудованы беседки, песочницы, качели и карусели. Одним словом, здесь есть все для комфортного пребывания детей. Полина Бевинова, Нагана Кашаранова, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики», Ешалтинский район. На прямую линию с главой Калмыкии Батухасиковым обратилась жительница Малодербетовского района. Тамара Киселева сообщила об отсутствии в местной больнице рентгенаппарата и маммографа. Руководитель региона заверил, что вопрос решается, и в конце года в Калмыкию будут доставлены мобильные медицинские комплексы. Один из них поступит в Малые Дербеты. По поводу рентгена доложу, что к концу этого года рентген будет закуплен, потому что кроме того, что данное оборудование необходимо для обслуживания жителей, в том числе наших пенсионеров, но кроме этого Малая Дербета находится рядом с федеральной трассой. К сожалению, периодически происходят всевозможные ДТП, и безусловно, районная больница должна быть обеспечена таким оборудованием, чтобы оперативно оказывать медицинскую помощь. Если говорить в целом оборудование для районных больниц, то мы этот вопрос решаем еще посредством того, что в этом году будем закупать 13 медицинских мобильных комплексов, которые будут включать в себя всевозможные оборудования, в том числе и мамографы. Вот один из этих мамографов будет работать именно в Малодербетском районе. Во время прямого эфира глава республики обещал купить рентгеновский аппарат к концу года. Это, да, действительно, проблема сегодня есть, и вот сегодня ее решили. Выражаю от своего коллектива и от всех жителей Малодербетовского района нашему главе Бату Сергеевичу искреннюю благодарность за решение этой проблемы. Городская поликлиника информирует о начале прививочной кампании против гриппа. В поликлинику в достаточном количестве поступила партия вакцин Ультрикс-Квадри и Сови-Грипп. С сегодняшнего дня взрослые населения города Элисты и Целиного района могут получить прививку от гриппа на своих участках. В филиале на первом, шестом микрорайоне и в селе Троицкое, а также в кабинете 116 поликлиники по улице Ленина. Маломобильных граждан обслужит выездная бригада поликлиники. Для этого нужно обратиться к участковым терапевтам. Стоит отметить, между проведением различных прививок достаточно выдержать срок 30 дней. А наш утренний эфир подошел к концу. Желаем всем продуктивного и позитивного дня. Пока-пока!